Здравствуйте, дорогие подписчики! Мы бодрствуем с Наташей, пришли в кофейню. Наталья меня пригласила в кофейню Хуан Туан. Она здесь каждый день. Любезно меня позвала попить с ней кофе. Сейчас я вам покажу. Так, во-первых, идет небольшой дождик. Сегодня в Нячанге погода чуть-чуть поплохела, по сути, после Нового года. Вот такой вот кофе вьетнамский со сгущенкой. Столько его было. Стоит 33 тысячи вьетнамских донгов. Ну, примерно полтора доллара. Подают зеленый чай со льдом, без льда. Не знаю. Резонатор, чтобы не было слишком крепко. И вот на третьем этаже можно посидеть. Вот опять же напротив Вирга в отель. Можно покайфовать, отдохнуть. Расскажи, как тебе? Ну, Авраул, сегодня первый день Нового года. Сейчас, секунду, покажу. В принципе, все столики заняты на всех кроп-этажах. Вьетнамцы, конечно, качество обслуживания хромает. Да, английские не понимают. И не хотят понимать. Плюс заказали мы два койка маленького размера и большого. Сказали, что будем здесь пить. Подали пластиковый стаканчик. И одинаковое количество кофе подали. Мы в чашки перелили, и все, ровно столько же. Мы говорим, что такое? Большой стоит дороже на 5 тысяч донгов. Она просто взяла из машинки, разбавила его водичкой. Ну, типа, на, держи. Ну, это не сервис, конечно. Кофе классный, вкусный, но это хрома. И каждый день он дорожает. То есть, когда мы приехали, он был 22 тысячи, потом 24, потом 27, сейчас 28. Ну, да, половина закрыта. Сегодня хотелось бы просто погулять по магазинам, но ничего не получится, потому что практически закрыто все. А все, что открыто, цены на питание подняли. Остаться в живых, нужно найти себе кафе. Все-таки нужно приезжать после Нового года. После Тета именно, не по-нашему, а вот это лунный Новый год. В интернете ищите или в форумах пишите. Спрашивайте. И дней через 10 все стабилизируется, и погода будет лучше. И Аврала такого не будет, обслуживание будет лучше. Ну, а если любите, вот, если выбора нет, то кайфуйте, получайте удовольствие. Спасибо. Вот он, мой копеек. Вкусно. Достаточно крепкий. И то, я взял себе кофе white. Знаешь, обычный берет, классический. Он еще крепче. Но с зеленым чаем неплохо. Ну, что, друзья, какие новости? Сняли мы байк за 120 тысяч донгов, за 5 долларов на сутки. И приехали смотреть буддийский храм и статую на холме, который называется Лонг Шон. Позади меня вход. Парковка уже стоила 5 тысяч донгов. Ну, там что-то немного, 20 рублей. Посмотрим, возьмут ли нас, с нас деньги за вход. Ну, и будем изучать. Напоминаю, по сути, сегодня 10 февраля. Ну, типа после Нового года, как 1 января. Днем не было людей, а сейчас уже ближе к 3 часам все вывалили. Красивый храм. Пойдем. Наташа уже приоделась. Ну, мне комфортно. Люди нарядные. Да, кто-то в каких-то одеяниях синеньких. Сюда же и на байках ездят. А еще очень интересно. Мы сегодня встретили, вот, соответственно, с нашего проулка блогеров. Блогеров. Тина Токсина называется канал. Если вы смотрите, вам еще раз большой привет. Я их видел, соответственно, в Гоа, когда в том году был. И вот они путешествовали по Индии, по какому? По Южному Гоа. Сейчас прилетели во Вьетнам. И вот совершенно случайно на одной улице я их увидел. Мы встретились, пообщались, поболтали. Так что, если что, подпишитесь на канал Тина Токсина. У них тоже все про путешествия. Ну, и большой привет! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, я понял. Вон он, на горе. Сидит Будда. И нужно будет сейчас это все дело пройти. Здесь же вон мороженым торгуют. Какими-то палочками, книжечками, воздушными шариками, браслетиками. Ой, что могут сюда принести? Тема торгуют. Вход сюда, как оказался, бесплатный. Все здесь украшено. Восток. Азия. Разуваемся. И заходим. Зашли мы до самого верха. Торгуля, торгуля, кокосы. И... Будда. Вот он, могуч. Не такой большой, как на футе театре. Там придкуда. А здесь обычно не будут. Но тоже немаленький. Ой, а... Там алтарь. Здесь комбанятся люди. Ну, зайдем даже. Ну, что, пойдем? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 и это какая-то парадная одежда, но я сомневаюсь, если честно, что в такой одежды монахи ходили, честно не знаю, к чему это представлено, информацией не владею, город как на ладони, очень много людей в национальной какой-то одежде, в платьях, что мужчины, что женщины, и город видно, как на ладони, вокруг горы, цветочки, меча, какие интересные мужички, здесь вам распишут какое-то пожелание, может быть имя, может быть молебен, тетенька в шапочке, мужики и вообще крутые, возможно паломники, забавно, нестандартно, такого я еще, честно говоря, в своей жизни не видел, сразу же представлены, наверное, из глины реплики, я думаю, это основное здание башни, святые, будды, что-то индуистское вроде бы, водопадик, фритнамцы фотографируются, ну и здесь же можно вам купить себе сувениров, одеяний, сумочек, на память себе что-нибудь, какие-нибудь прикольные, мы зашли в шоу-рум, так шумно, фотографии и наряды, линго, в общем русское начало, кто не знает, в индуизме тоже это все присутствует, фоточки, вот танец, вьетнамцы, как и филиппинцы, обожают домашних животных, какая милота, любят они тискать собак, так, мы тоже тут, Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Субтитры создавал DimaTorzok Отсюда открывается классный вид на Нитчанг. В прошлый раз я зашел вот для того здания. Там парк Александра Ерсина. Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Пробуем. Короче, блинчики с одной креветкой и с маленькими кальмарчиками. Ну, такое. Чисто легенькая забава. Не наешься. 50 тысяч, ну, может и стоит, но на зубок. Тут же везде на улице все он готовит. Женщины чистят моллюсков, рыбу. Но это все равно все не дешево, даже во Вьетнаме. Как нам говорили, морепродукты здесь будут дешевые. Нифига подобного. Кто-то вон что-то варит в кастрюльках. Выглядит симпатично. Но нужно уметь это все делать. Вот и Новый год. В целом у них действительно Новый год. Ну, а мы, короче, едем в Освояси. Домой. Дубль-два, дорогие наши подписчики. Мы уже сели, заказали себе какую-то лапшу. Это типа ФО. Только здесь огромный, не знаю, свиной масол. Печень. Какие-то кусочки. Непонятная история с приправами. Лапша. Типа суп. Подали огромную горсть ростков. Все это стоит 30 тысяч филиппинских, ой, филиппинских, вьетнамских донгов. Таташа заказала себе. Сидим прямо вот, прямо на улице. Ну, сами все видите. Зато доллар, чуть больше доллара. Огромная дарелка. Да ладно, бульончик не такой уж и острый. У нас тур по местной еде. Да. Едим. Вот сразу женщина подошла что-нибудь просить. Ладно, пробуем. Мы, кстати, уже не в туристическом месте. Здесь только все местные сидят. Так, не приходите сюда, никому не рекомендую. Суп острый. Масол без мяса. Еще и обманываю. Вот эта тема во Вьетнаме меня уже напрягать начинает. Потому что мы несколько раз переспросили. Они сказали, тридцать. Все, ти. За блюдо. В оконцовке посчитали с нас пятьдесят. Сказали, что это было не по тридцать, а по пятьдесят. Наебывают, извините за выражение, часто. Субтитры сделал DimaTorzok